Всем привет! Миллионы фанатов, а также простых пользователей ждут презентацию многострадального смартфона от компании Samsung, а именно Galaxy S21 Fan Edition. Он пережил всё. Его несколько раз отменяли, то снова возвращали в дорожную карту, но сегодня в сети появилась информация, когда именно мы его должны получить на прилавке магазинов. Ждать, скажу сразу, осталось недолго. Он будет представлен в январе 2022 года. А также на данный момент есть все подробности о грядущей новинке. Известный профильный ресурс WinFuture опубликовал детальные характеристики и европейские цены будущего доступного флагмана Samsung Galaxy S21 FE. Что немаловажно, компания Samsung будет продвигать смартфон со слоганом Epic Fun Power, что означает эпическая мощность вентилятора. С чем это связано, я пока, честно говоря, не понимаю. Итак, основные фишки смартфона это мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888. И все на этом 6,4-дюймовый AMOLED-экран, основная камера на 12 мегапикселей, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флэш-памяти. Аккумулятор емкостью 4500 мАч, ну и, конечно же, цена всего 750 евро, что достаточно неплохо. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что хочется отметить, Samsung Galaxy S21 FE получит отличный 120-герцовый дисплей диагонали 6,4 дюйма. Он будет выполнен, конечно же, по технологии AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей. Преимущество такого экрана это способность отображать большую цветовую гамму на 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали. А именно 180 градусов при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения. И многое другое. Что немаловажно, сканер отпечатков пальцев будет встроен под экран. Одной из самых больших проблем подэкранных сканеров является относительно небольшая область сканирования. А также, ну, скажем прямо, сканер у компании Samsung сейчас на данный момент, ну, не сильно актив. Ну, что интересно, раньше утверждалось, что тыльная панель будет выполнена из пластика. Но компания решила порадовать своих покупателей. И панель будет выполнена из стекла, что является, на мой взгляд, достаточно неплохим решением. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. Базовый ценник модели составит 750 евро, 62 тысячи рублей. За топовую модификацию придется отдать 820 евро, что примерно 68 тысяч рублей. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас есть на рынке. Итак, как всегда, я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. Для начала давайте выберем процессор Snapdragon 888. Пожалуйста, вот он. И мы знаем, что смартфон стоит 750 евро. Это плюс-минус 62 тысячи. Возьмем до 65. В этой конфигурации гаджет получил 128 гигабайт памяти. Всего лишь 7 моделей. Это Asus Zenfone 8, Samsung Galaxy Z Flip 3, Asus ROG Phone 5, Xiaomi Mi 11, Asus Zenfone 8 Flip, Asus ROG Phone 5s, Xiaomi Mi 11 Pro. На мой взгляд, основной конкурент S21 Fan Edition, это, конечно же, Xiaomi Mi 11. Как вы видите, стоимость данного смартфона от 39, а некоторые продавцы продают данный гаджет вообще за 99 тысяч. Но, пожалуйста, тут вы можете выбрать того продавца, который вам предоставляет максимум скидки и для себя решить, стоит ли вообще рассматривать данный смартфон к покупке. И, что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей, где вы для себя можете что-то отметить. А если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Также, что немаловажно для рынка Германии, смартфон будет идти на процессоры от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888. Это восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2020 года и изготавливается по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 680 Prime Cortex-X 1 на 2.8, 3 ядра Creo 680 Gold Cortex-A78 на 2.4 и 4 ядра Creo 680 Silver Cortex-A55 на 1.8 ГГц. Как мы знаем, в Европе обычная линейка Galaxy S21 продается на процессоре Exynos 2100. И учитывая, что спрос на чипы резко вырос в последние месяцы, производители чипов не могут обеспечить партнеров необходимым количеством процессоров из-за нехватки компонентов для их производства. Можно предположить, что смартфон с Galaxy S21 FE будет с платформой от компании Qualcomm на всех или почти всех рынках, что является большим плюсом. Оперативная память будет предусмотрена 6 либо 8 ГБ, а флеш-память 128 или 256 ГБ. А вот слота для microSD, к большому моему сожалению, не будет. И это, честно говоря, расстраивает. Весь 128 ГБ в наше время можно забить практически за один день. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, установлена в круглом вырезе и имеет размер пикселя 0,8. Угол обзора составит 81 градус. Основных датчиков три. Это 12-мегапиксельный с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный с трехкратным зумом и оптической стабилизацией, а также широкоугольный на 12 мегапикселей с углом обзора 123 градуса и без автофокуса. Из остального можно отметить Wi-Fi 6, NFC, аккумулятор емкостью 4500 мАч, беспроводную зарядку, защиту от воды IP68, то есть смартфон полностью защищен от пыли и от проникновения воды при полном погружении на глубину более 1 метр. Следовательно, такое устройство можно брать с собой в бассейн. Также отмечу поддержку DEX. Тут реализована возможность подключения мышки, клавиатуры и другой периферийной техники, чтобы полноценно использовать функции приложений и программ, что является большим плюсом. Габариты смартфона 155 на 74 на 7,9 мм при массе всего 170 грамм, что очень немного для современного смартфона, такого класса, тем более, выпущенного в 2022 году. Цветов будет доступно 4. Графитовый, белый, оливковый и лиловый. Ну что же, ребята, я очень рад, что все-таки этот смартфон выйдет на прилавки. Действительно много-много покупателей ждут именно данный смартфон. Да, тут есть чуть-чуть нюанс. То есть, за такую стоимость, 750 евро, можно купить сейчас S21. Но вы должны понимать, что S21 уже, ну, скажем, прямо старый смартфон. Да, он очень крутой, но уже прошел практически один год после презентации данного смартфона. И вы должны понимать, что люди уже устали от S21. Они хотят FE. И самое главное, что мы получим. Отличный экран. Камеры нет. Не 108 мегапикселей, не 300, а всего лишь 12 мегапикселей. Да, это уже чуть-чуть подкос под Apple. Потому что там всегда мы видим только датчики на 12 мегапикселей. А качество фото и видео лучшее в мире. То есть, тут не зависит 108, 300, 400 мегапикселей. Не смотрите на это. Вот такие дела. Ждем презентацию. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока.